Ты ждал открытия детского садика? Да. А почему? Ты хочешь к нему пойти? Да. А что будешь там делать? Играть, веселиться. Дима, а ты ждал открытия детского садика? Ты хочешь туда идти? Мальчик. Что будешь там делать? Играть, ищевиться. А учиться будешь? Спать? Да. Кушать? Да. Как вы поняли, детский сад в 7 микрорайоне долгожданный подарок для всех. И взрослых, и малышей. Аналогов ему нет во всем городе. Строителям понадобилось всего лишь 10 месяцев, чтобы возвести сооружение. Это новогодний подарок для местных жителей. Детский сад – это доли для ребят, это доли для души. Перед тем, как зайти внутрь нового сада, мэр Бобруйск Александр Студнев поздравляет всех с новым и таким нужным социальным объектом. После всех формальностей долгожданный момент – перерезание красной ленты. Но перед этим гости вручают руководству сертификаты на игровое и спортивное оборудование. Чтобы понять всю уникальность объекта, необходимо лично все увидеть. Рассчитан он на 240 мест. Общая площадь – более 2000 квадратных метров. Экскурсию для гостей проводит лично хозяин. Он же – воспитанник старшей группы, пятилетний Даниила Малошонок. Наших белорусских нам помогали оформлять это пайе. Рядом заместитель заведующего учреждения дошкольного образования Елена Капустина в качестве помощницы юному экскурсоводу. Теперь, что касается непосредственно садика. Первый этаж займут четыре группы – две ясельные и столько же младших. Детсадовцам постарше отведен второй, самый старшим – третий. Итого 13 групп. Ребята уже обжились и называют сад не иначе, как родным домом. Расскажи, как тебе садик? Детский хоростый. А что тебе нравится в нем? Дети. А как тебе воспитатели? Нравится? Да. Хорошие? Да. В каждой группе по телевизору мебель бобруйского производства «Фандок». Этажи между собой связывают два лифта. Для комфорта установлены кондиционеры. Поэтому и работать в таких условиях одно удовольствие признаются воспитатели. Многие, к слову, сами мамы и не просто, а многодетные. Очень хороший детский сад, много всякого нового оборудования. И мы очень рады, что у нас в районе появился такой детский сад. Детки все замечательные, все с удовольствием ходят. Сад, персонал очень хороший, дружный коллектив. Ну, какая техника у вас, помощь для развития ребят? Помощь для развития детей. Все яркое, красочное, много игрушек. Телевизор очень помогает нам и на занятиях. Ну, вы сами многодетная мама, да? Я сама многодетная мама. Двое деток у меня ходят в этот сад. Есть в садике комната для секций, музыкально-гимнастические и спортивные залы. Многие уже начинающие спортсмены, например, прекрасно владеют мячом. А ты умеешь играть в футбол? Нет. Можешь нам показать? Покажи нам, пожалуйста. Давай! О, молодец! Давай, что я не знаю, что я могу. Садик круглосуточно находится под контролем. Здесь внедрена система видеонаблюдения. 24 камеры в помещении и снаружи. К слову, как вести правильный образ жизни, ребятам рассказывают работники МЧС. В специальной комнате малыши с любимыми мультяшными героями учатся правилам безопасного поведения. В 84-м саду созданы все условия для гармоничного развития, подчеркивает мэр Александр Суньев. Да и место строки выбрано не случайно. Согласно последней переписи населения, в седьмом проживает 413 многодетных семей. Благодаря поддержке нашего президента мы заложили хороший фундамент и на 2021 год. Буквально здесь в шаговой доступности строится новая школа на 1020 мест с бассейном. Строится еще новый детский сад на 240 мест тоже с бассейном. Я хочу сказать, что вот именно наш здесь новый микрорайон, а здесь в любом случае и пятый, и шестой микрорайон к нему примыкает, говорит о том, что на самом деле мы создаем комфортные условия для наших граждан. Они должны с уверенностью понимать, что государство и исполнительная власть заботятся о наших жителях, о нашем населении. Плавать тоже научат бассейн 10 на 15 метров. Попасть с него можно через галерею. Заниматься здесь могут все и ребята с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Для них специальное оборудование – подъемник. Малыш садится в кресло, его поворачивают к воде и с помощью пульта спускают. Работать в этих условиях шикарно. Просто приходишь каждый день на работу и наслаждаешься. Просто наслаждаешься, потому что все под руками. Все очень современное, очень многофункциональное. И здесь только дерзать, только развиваться и только творить в этих условиях педагогу, возможно. Все подарки в эти предновогодние дни тесно переплетаются с марафоном «Добрых дел» – акции «Наши дети». В четверг не только открыли прекрасный детский сад, но и навестили многодетную семью Парфеновых. В гости приехали председатель Бобруйского горысполкома Александр Стунев и заместитель премьер-министра Беларуси Анатолий Сивак. Как прошла встреча и что подарили друг другу друзья? Все подробности смотрите уже в это воскресенье в 20.30 на нашем телеканале. Максим Кембель, Андрей Богдан, Максим Галеонко, Бобруйск, 360. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова